В этом видео я подобрала для вас 50 стрижек для разной формы лица, квадратного, круглого, овального, узкого, полного. В общем, для многих форм лиц. Я, как всегда, на ваши вопросы отвечаю первый час после выхода нового видео. Это первое. Второе. Онлайн консультации, книги, курсы. Ссылка в описании. Третье. Подписывайтесь на мой второй канал. В сентябре у нас начинаются вебинары. И, кстати, записывайтесь на марафон. Ссылка на марафон в описании. Итак, let's go, друзья. Во-первых, ширина лица и высота лица довольно гармоничны, но присутствует, так скажем, небольшая увеличенная ширина лица. То есть, это не критично, но она присутствует. Как бы общий образ довольно скучный. Простой и преображение, конечно же, сработало. Очень круто. Стрижка в стиле андеркат. Стильно, модно, молодежно. Плюс еще сделали классное окрашивание. Убрали натуральный свой коричневатый оттенок волос. И в целом все получилось. И второй вариант. Та же самая стрижка, но гармонии нет, ребят. Нет гармонии. Смотрите, почему. Вроде бы все то же самое, но если рассмотреть лицо по частям лица, то сразу можно сказать, довольно высокий лоб и широкий лоб, как мы уже видим, и невысокая высота подбородка. Ребят, это очень важно. При стрижках типа андерката, когда у вас такая высота волос будет только в одном месте по центру лба, нужно учитывать вот эту величину. Если величина подбородка позволяет это сделать, тогда да, то есть он должен здесь быть, он должен быть виден, он должен быть практически, вот можно сказать, в треугольной форме, доминировать на нижней части челюсти. Подбородок работает вместе с высотой лба и с высотой апекса. Это все математическим путем можно рассчитывать. Об этом я говорю в марафоне по подбору стрижек по форме лица. Кому интересно, переходите по ссылке в описании, там я вам расскажу. Это уже более подробно. Регистрация на марафон моей онлайн-академии на первой главной странице. Листайте ее, а также там есть регистрация на курс сам себе колорист для непрофессионалов, если вас интересует более подробно окрашивание волос. Едем дальше. Но здесь даже, мне кажется, невооруженным глазом видна дисгармония вот в этом плане. Я вам объясняю более простым языком. Высота подбородка, она слишком маленькая по сравнению с высотой лба, плюс высоченный апекс делает вот эту часть лица максимально доминантной по сравнению с нижней частью лица. И, ко всему прочему, при таком открытии лба мы видим, что рост волос у данной модели не такой, как, например, вот здесь. Здесь рост волос и висок, посмотрите, довольно узкий. Во второй модели висок широкий, то есть вот эта часть тоже играет большую роль при выборе вот таких крутых, классных стрижек. Стрижки, конечно, модерновые. Очень многие люди преображаются по форме этой стрижки, но только не в этих случаях. Когда у вас и так широкий лоб, когда у вас рост волос смещен, широкий висок и невысокий подбородок, такое преображение не является гармоничным. Я всегда говорю, при наличии шикарных волос делайте поэтапно стрижки. Даже своим клиентам не берусь делать такие резкие преображения, потому что считаю, что потом человек будет жалеть, а волосы уже не вернуть. Вот довольно хорошее преображение. Давайте рассмотрим форму лица. Здесь практически квадрат. Естественно, большая величина ширины лица и ее нужно как-то скрывать. С одной стороны прямой линии у лица ничего не делаю. Они не сумели скрыть такую форму. Преображение в стиле андеркат, в стиле короткой стрижки оно, конечно, сыграло свою роль. Лицо стало гораздо уже. Попрыгайте слева направо, слева направо глазами и вы увидите, как лицо вытягивается на правой фотографии. Классно, прямо, знаете, показательные выступления. Единственное, что бы я здесь точно еще бы сделала, это креативное окрашивание. Потому что, ну, такие стрижки, ребята, они просто требуют, требуют. Покрась меня более креативно! Что мне эти ваши натуральные волосы? Натуральные волосы красиво, когда они длинные, блестящие. Это, да, это круто. А когда вы идете на креатив, то и цвет волос должен соответствовать. Поэтому я считаю, что здесь, конечно, работа хорошая, но не достаточно креативного окрашивания. Вот ответ на вопрос, как же я заколебалась уже придавать своим волосам объем. Ребят, давайте посмотрим на форму лица. Лицо овальной формы, но вытянутая, то есть высота лица и ширина лица по математическим расчетам имеют отклонения. Поэтому лицо кажется вытянутым. В такой форме лица идеальный будет вариант объем вот здесь. Каким образом этот объем может добиться? Конечно, посредством укладок, накруток. И если вы поклонник таких вещей, как, например, локоны, я рекомендую вам обратить внимание на химическую завивку волос, которая просто шикарнейшим образом добавляет объем в тех зонах, которые ей нужны. Плюс стрижка лонг-боб, которая делает восхитительные такие образы. Кудрит для удлиненного лица это просто вишенка на торте. Идеально! То же самое, ребят. Единственная разница здесь. У самого клиента довольно вьющиеся волосы, но только она об этом не знает, потому что вьющиеся волосы при длине они себя совершенно по-другому ведут. Они просто тупо пушатся и выглядят абсолютно неухоженными. Примерно та же самая картина и у меня, но я блонд, и у меня из-за блонда немного вытягиваются эти пушистости, но на затылке все-таки пушок остается. Ладно. Что касается здесь. Идеально, просто идеально подобрана стрижка, потому как опять высота лица по сравнению с шириной доминирует. Соответственно, нужно здесь сделать объем. Ну вот такой объем, это просто ну ни туда, ни сюда. Это ничего. Это не укладка. Это просто пушок волос. Конечно, никому не интересно. Соответственно, убирая вот эти длины, которые находятся возле лица, а прямые линии, которые находятся возле лица в виде волос, они всегда будут добавлять высоту, которую надо наоборот уменьшать, надо наоборот добавить ширину. Эти линии надо убирать. Такого типа волосы при более коротких длинах начинают вести себя совершенно по-другому. Они начинают виться самопроизвольно. Им также можно помочь, между прочим, посредством специальной насадки диффузор, которая продается в профессиональных магазинах на профессиональные инструменты, а также идет как насадка в общем комплекте непрофессиональных фенок. Она может быть не такой массивной и удобной, но тем не менее ей тоже можно работать. То есть пенка, лак и диффузор для таких людей это ваш инструмент номер один. Волосы за 5 минут буквально в смысле слова укладываются в такую укладку. Главное сделать правильную стрижку. То есть все варианты каре это то, что нужно для химической завивки. То же самое и таких вариантов множество. Получаем гармонию. Очень классно. Я за, всегда за кудри при наличии худого вытянутого лица. А вот ответ на вопрос, что же делать, если не хватает объема именно на макушке. Я устала укладывать эти волосы. Посоветуйте какое-нибудь средство. Ребят, конечно, существует масса спреев для прикорневого объема, но эти спреи только до, скажем так, выхода на улицу в жаркую погоду или до выхода на улицу во влажную погоду. Все это очень быстро приобретает первоначальный вид отсутствия объема. Для того, чтобы объем в принципе вообще появился и держался на ваших редких тонких волосах, посмотрите в сторону прикорневой химической завивки. Это решение многих ваших вопросов. Что это такое? Сделается химическая завивка только вот в этом месте. Именно в том месте, где вам не хватает объема. Она может быть выполнена на коклюшке, а также на специальные клипсы, которые воспроизводят эффект гафре. Как вот здесь, например, здесь особо не видно вообще никаких, ну скажем, волн нет. Нет волн, какой-то вот пушок присутствует, а этот пушок он достигается путем применения специальных накладок пластиковых, которые воспроизводят эффект гафре. Если вы любите укладываться на утюжок гафре, то можете посмотреть в сторону вот такой химической завивки при помощи специальных клипсов гафре. У меня есть такое видео на канале, можете посмотреть. 10 вариантов объемов называется. Как это будет выглядеть после химической завивки? Очень даже презентабельно. Посмотрите, здесь не хватает объема. Западающий затылок. Так это называется, когда не хватает объема на затылке или по бокам. Это называется западающие зоны. И после химической завивки эти зоны приобретают совершенно другой вид. Очень красиво, очень гармонично. Единственное, когда это будет все отрастать, вам придется опять делать химическую завивку прикорневую. И в итоге, в итоге, когда это все будет срастать, а вы будете делать постоянно эту прикорневую химическую завивку, в целом объем волос также будет увеличиваться. Вот преображение. Но я бы сказала, что не в лучшую сторону. На мой взгляд, вот это сейчас фотография максимально гармонична. Девушка выглядит просто ну конфета. В этом случае, во-первых, блонд добавил возраста, такое впечатление. Во-вторых, увеличил апекс, который вообще не нужно было здесь увеличивать. А этого достаточно, чтобы сказать, что преображение прошло мимо. Здесь она молода, красива, естественно красива. А здесь попытались сделать стильно, модно, молодежно. А вышло немножко не то. Почему? Потому что вот такой форме лица совершенно нет необходимости добавлять вот здесь объем. Именно такой форме лица идут длинные волосы, без укладки. Это вообще мечта любой женщины, когда ты утром просыпаешься и уже ты красивый. Это как раз относится к такой форме лица, к такому типу волос. Во втором варианте для меня лично вот реально упростился образ. Он стал какой-то обычный, без конфет. Вот очень много задается вопросов по поводу того, что отрастают седые корни. При наличии седины и окрашивания волос в темный цвет, седые корни будут видны уже в первую неделю. И чтобы избавиться от этого постоянного подкрашивания седых корней, просто перекрасьте волосы свои в блонд. Не обязательно в пепельный. Никто не говорит, не маскируйте свои волосы под свою седину. Не воссоздавайте цвет своих волос под цвет своей седины. Достаточно будет сделать блонд. Блонд в коричневых оттенках, в пепельных оттенках, в натуральных оттенках. Он в любом случае будет вас защищать от постоянного подкрашивания корней. Единственное, что хочется посоветовать, когда вы будете уходить в блонд, выбирайте цвета с коричневым направлением. Вот с таким направлением, вот здесь. Можно более светлые, но чтобы в общем цвете присутствовали коричневые оттенки. Коричневые всегда находятся под цифрами 7. 9, 7, 10, 7, 10, 76, 9, 76. Если найдете в своих брендах такие номера, берите смело, у вас будет очень красивое окрашивание. Даже, скажем, дорогое окрашивание. И при наличии седины вы однозначно будете в выигрыше. Не бойтесь блонда, пытайтесь найти просто свой оттенок. Полное лицо. Особенность полного лица заключается в том, что посередине у такого лица присутствует объем. И вот данная стрижка, которая называется каскад под 60 градусов, не самый лучший вариант для такого типа лица. Кстати говоря, все стрижки, которые я буду сейчас обсуждать, они все есть у меня на канале. Поэтому кому интересно, смотрите, в описании есть плейлист со стрижками или просто ползайте по каналу. Потому как присутствует увеличение ширины по центру, которая в данном контексте абсолютно неуместна. Запомните одну особенность волосы, это продолжение линий лица. Если у вас здесь присутствует излишняя ширина, объем волос в этих местах добавляет вам эту ширину. Следующая укладка у данной девушки более-менее удачная, но за счет такого расположения объема волос появился массив лица внизу. То есть ширина лица как таковая по центру не является доминантной. Теперь у нас нарисовался подбородок. За счет чего это происходит? За счет сужения верхней части лица. То есть сверху у нас сейчас треугольник, снизу массивный треугольник. Объем переместился буквально вниз. Затем был эксперимент с цветом, но сама стрижка не решила никаких вопросов с объемом лица, потому как волосы в этих местах также добавляют массива и не решают основной вопрос. Еще один момент, который здесь присутствует. Лицо стало более крупным за счет того, что одна сторона оголена, лоб стал довольно-таки широкий, но не высокий. За счет этого разъехалась и ширина лица. Затем эксперименты переместились в сторону прямых волос. Это уже удачный вариант, но присутствие вот такой челки у данного типа лица приведет к тому, что массив лица снизу обязательно нарисуется. Это делается за счет того, что уменьшается вообще в принципе высота лица за счет челки. То есть визуально мы видим только вот эту область, которая ничем не компенсируется. Лицо остается широким даже потому, что присутствует вот здесь объем небольшой объем волос. И очень важно нужно заметить окрашивание волос. Оно стало более контрастным, то есть цвет волос в этих местах стал более темным. Если наверху посмотреть волосы более светлые, то по бокам снизу они контрастируют с лицом. Контраст всегда будет подчеркивать достоинства, а также недостатки. В данной ситуации подчеркивает недостатки, но в любом случае направление уже правильное. И вау! Вау это long bob. Что здесь произошло? Лицо стало более гармоничным. Оно вытянулось. За счет чего? За счет отсутствия челки и за счет того, что у данного типа лица высокий апекс. Апекс это разница макушка и зона роста волос на лбу. Вот этот отрезок, если он у вас высокий, то вам ни в коем случае нельзя делать челки. Они утяжеляют верх и не дают лицу раскрыться. В данной ситуации, в данной стрижке, лицо раскрыто. Оно реально уже. За счет еще прямых волос около лица в этих местах. Плюс еще замечательное окрашивание волос. Нет контраста. Это все за счет стрижки long bob. То есть вот это зачет. А в этом образе как раз то, что не следует делать людям с полным лицом. Это четкие линии челки. Какие бы они ни были. Пусть это будет прямая челка или фигурная. Не важно. Четкая челка такому лицу обрезает высоту. И если мы обрезаем высоту, то мы увеличиваем ширину. Это такой закон. В целом все остальное в этой стрижке вполне себе носибельно. То есть здесь все правильно. За исключением вот этой удивительной челки. А так лицо конечно очень милое. Следующий вариант тоже небольшие ошибки. Сама стрижка, конечно выполнена вполне себе красиво. Все замечательно. Но у данного лица помимо ширины вот здесь присутствует высота подбородка. При высоте подбородка нам надо обязательно поднимать высоту макушки. Вот в этом месте. То есть никаких прилизанных линий на лбу не должно быть при высоком подбородке. Нам нужно обязательно компенсировать эту высоту. А это открыть лоб обязательно и поднять макушку. И следующий вариант тоже, что не следует делать полному лицу, это всякого рода тоненькие челочки. Потому как они в принципе, как и в этом варианте, обрезают высоту лба и добавляют ширину проблемной зоне. По бокам все хорошо, за исключением челочки. В этом случае мы видим в принципе довольно гармоничное лицо, но у данной дамы очень хорошие волосы. Это видно даже невооруженным глазом. Плотные густые волосы. И здесь возникает вопрос, что мы хотели этой стрижкой добиться? Увеличить еще больше ширину лица. Хорошо, мы показали красоту своих волос. В принципе ширина лица не разъехалась, но в этом образе присутствует еще один момент. Ширина лица и следующая ширина, это ширина плеч. То есть нам нужно при выборе стрижки с объемом с таким большим количеством волос учитывать еще и ширину плеч. Может быть такое, что этот объем будет доминировать над вот этой величиной и это будет не гармонично. Вот хороший вариант. Здесь очень хорошо все сделано, отличное окрашивание волос. Лицо гармоничное, лоб открытый, высота апекса замечательная. Компенсация длины подбородка идет на сто процентов и данная стрижка, лицо, прекрасно сочетаются с формой тела. А вот идеальный вариант для полного лица, если вы хотите как-то выделиться и уменьшить ширину лица. Это пикси лонг. Высота апекса замечательная, по бокам идут прямые линии, контраста с лицом нет, прекрасное окрашивание и лицо вообще не выглядит доминантным на фоне этой стрижки. То есть все очень гармонично и я бы даже сказала красиво. То же самое пикси лонг, только без такой супер укладки. А вот пикси лонг на более широком лице и лице с небольшими недостатками подбородка. Минус такой стрижки заключается только в том, что ее нужно укладывать, особенно в зоне макушки. Эти волосы обязательно должны быть приподняты, чтобы они не лежали на лице и не укорачивали лицо, не делали его более широким. Также идеально считаю пикси медиум. То есть это примерно та же самая картина, что и в предыдущем варианте, только короче. Но такой вариант можно сделать, если волосы позволяют. То есть это густые, хорошо держащие укладку волосы. Если волосы более тонкие, редкие, то мы можем сделать пикси шорт. Посмотрите, как замечательно сработала эта стрижка. Она добавила высоту обязательно. При широком лице нужно работать с высотой лица. Мы видим здесь в принципе красивую гармоничную стрижку, которая сочетается с формой лица. Это как раз тот случай, когда тип волос не позволяет делать объемы, которые будут компенсировать ширину лица. А вот если вдруг вы любите свою седину. Многие любят свою седину и у многих она в принципе довольно красивая. Можно не делать какое-то контрастное окрашивание, но при этом при всем нужно заботиться о высоте лица вместе с волосами. То же самое на этой картинке. Пикси шорт, пожалуйста. Кому качество и тип волос позволяет это делать, можете спокойно экспериментировать. Это будет очень хороший вариант. При этом при всем такие стрижки не требуют глобальных укладок. Здесь вариант максимально правильно сделан. У данной дамы волосы тонкие, их немного. Отращивание волос не приводит ни к чему, хотя нет, приводит к опущению лица, потому как вот эти волосы дополнительно опускают лицо и не дают ему визуально подняться. Гарсон и прекрасное окрашивание в стиле балаяж добавляют высоту данному лицу и убирают ширину. А вот гарсон на тонкие волосы, которые не держат укладку, то же самое, потому как это идеальный вариант. Люди очень не любят делать укладки. Если волосы тонкие и их немного, ты просто не сможешь этого сделать в домашних условиях. Ну не будешь ты постоянно крутиться на бигуди. Это идеальный вариант. Многие просто боятся так коротко стричься, но на самом деле это настолько стильно и красиво выглядит, потом человек очень долго жалеет о том, что он давным-давно не сделал такой образ. Укладка минимальная, можно сказать, в каких-то случаях ее вообще практически нет. Главное понимать, что тебе нужно правильно подобрать цвет волос. Та же самая система, но здесь лицо в принципе не пухлое, я просто хотела показать именно контрастное окрашивание. Это балаяж. Вот, пожалуйста, как один из вариантов уменьшить ширину лица, это в принципе ее полностью закрыть волосами. Но минус этой стрижки заключается в том, что она неносибельная. Надо еще тоже понимать, насколько вы сможете жить с этой стрижкой. Та же самая история. И третий вариант это то, чего нельзя делать на узкое длинное лицо. То есть то, что идет полному лицу, не подойдет однозначно для узкого и длинного лица. И тип волос, конечно, кстати, вообще сюда не подходит, как будто бы кошки подрали. Прям видно хорошо куски волос, которые просто невозможно уложить. Это первое. Второе, такое удлинение по диагонали придает всегда высоту. Данному лицу высота не требуется. Здесь надо наоборот работать с шириной. Ну и плюс тип волос, он абсолютно не подходит для таких стрижек. Это прямые, довольно плотные волосы и данной модели нужно было сделать просто лонг-бо. Обратите внимание на высоту лба и апекса. Апекс это расстояние от роста волос в зоне лба до макушки. Конечно же, даже непрофессионалу видно, насколько эта величина доминирует над остальной частью лица. Эта девушка звезда и с ней работали стилисты. А вы еще хотите получить от обычных парикмахеров что-то. Если посмотреть на параметры или соотношение вот этой части лица ко всем остальным частям, то мы увидим, что эта часть она просто в два раза больше всех остальных частей. Если лицо разделить на три части, по геометрии это делается именно так, то есть получается, что эта часть она в два раза больше. Человек к нам прибыл из другой цивилизации. Эффект инопланетян. Помните, как в кино показывают инопланетян. У них эта часть, в два раза или в три раза больше, чем все остальное лицо. Немножко постебались, но факт остается фактом. И еще плюс, вот эта высота в принципе вся большая. Наличие длинных, практически ровных волос в этой зоне ее еще больше вытягивает. В этом варианте, как бы да, уменьшили высоту, то есть убрали длину волос в этой зоне. Совершенно верно, но с другой стороны добавили вот эту зигзагообразную загогулину в зоне лба. Зачем, спрашивается. И опять же, это работают стилисты. В этом варианте, конечно же, все гораздо гармоничнее. Если посмотреть на форму лица, она стала овальной формы. Все хорошо, замечательно. Конечно, окрашивание так себе, но я думаю, что это связано с фотосъемкой. Съемки всегда искажают цвет волос. А в целом, в целом, гармонично убрали вот эту величину. Она перестала быть доминантной, но я бы сказала, здесь бы можно было еще меньше сделать объем. Не обязательно его здесь поднимать. Замечательно то, что добавили объем по бокам. Таким образом, лицо стало овальной формы, то есть то, к чему мы должны стремиться. И вот это третий вариант. Обратите внимание, кому идут абсолютно прилизанные волосы. Вот какой форме лица идет такая самая-самая наилегчайшая укладка. То есть, просто залезался, хвостик завязал и пошел. Вечером ты красивый ложишься спать, утром ты красивый встаешь. Замечательная укладка. Но она идет только тем людям, у кого доминантная часть в этой зоне. То же самое, куда смотрят стилисты. Итак, высота большая. Зачем добавлять еще больше этот объем? Здесь сделано в принципе все хорошо сверху, зато внизу накосячили именно длиной. Вот эта длина у лица и у шеи. Она добавляет обязательно высоту подбородку, безусловно. Если эти две стрижки сложить, то было бы идеально. То есть, высота подбородка добавляется за счет длинных прямых линий у лица в этой зоне. Здесь исключительно правильное преображение. Обратите внимание, какой массивный лоб и отсутствие апекса. Вообще его нет практически. То есть, вот эта величина маленькая. И за счет этого кажется, что лоб просто огромный. Что сделали стилисты? Они убрали лоб с помощью челки, покрасили человеку волосы в темный цвет, что тоже правильно было сделано, потому как темный уменьшает, а светлый увеличивает. И в итоге мы получаем просто мега красотку. Очень крутое преображение. Здесь картина маслом. Высота большая, плюс тоже апекс. Дополнительный объем по бокам. Прямоугольное лицо. Соотношение трех частей лица тоже не гармоничное. То есть, доминантная часть высоты лба. И что мы видим? Замечательное преображение. Эта стрижка называется в моей технике маркиза. Убрали лоб за счет челки и уменьшили объем по бокам. Таким образом лицо стало овальной формы. Здесь форма лица с точностью наоборот. Низ массивный, лоб узкий. Недостаточно вот здесь ширины. Что делать в таком случае? Добавить ширину. А как мы можем добавить ширину? Увеличить объем волос в этой части. Эта стрижка называется короткая каре или удлиненная пикси. Она тоже есть у меня на канале, поэтому кому интересно смотрите. Обратите внимание, форма лица стала практически идеальна. Хотя тут этого не наблюдается. За счет такой длины и густоты волос, хотя они не очень густые, но они здесь есть. И этого будет достаточно, чтобы подчеркнуть вот этот минус. Понимаете, настолько тонко нужно разбираться в стрижках, в стилистике, в подборе, что действительно двух-трех сантиметров будет достаточно, чтобы все испортить. Супер-мега зачет. В этом случае, честно сказать, ни то ни то не подходит. Здесь не подходит цвет волос. Очень темные волосы и так темное лицо. Здесь нужно рассветлять, высветлять. В плане окрашивания с правой стороны, здесь все замечательно. Но в плане выбора стрижки максимально неправильно. Тоже прием-прием, тоже инопланетные лбы. В итоге мы получаем перегруз верха. Хотя, если не делать укладку такой объемной, вполне этот вариант может тоже сработать. Но здесь укладка максимально приподнятая. Для чего? Куда? Люди, когда вы делаете укладку, вы хоть смотрите на вот эти пропорции. Высокий лоб, зачем здесь сделать себе еще такую же величину волос? Гне, с до. При этом при всем лицо узкое. Этому лицу нужно увеличивать ширину, а не увеличивать высоту. Вот просто супер преображение за исключением одного минуса. Это подбородок. Подбородок у данного лица прям доминантный. Лоб большой, подбородок крупный и в итоге лоб убрали, а подбородок оставили. Как здесь нужно было работать с подбородком? Вот эти волосы нужно было до него довести. То есть не надо было так коротко стричься. Что мы в итоге имеем? Форма шарика, вот он шар, это не овал, а именно шар и треугольник. Та-дам! Это называется разрыв стрижки с лицом. Стрижка должна плавно входить в линии лица. Вот тогда было бы это идеально. То есть два сантиметра тут и три сантиметра тут решили бы этот вопрос. Вот вариант, когда не хватает волос, когда они редкие, когда они тонкие, не могут держать укладку. Ребята, не мучайте ни себя, ни волосы. Сделайте стрижку покороче. Во-первых, это коррекция формы лица. Как видите, здесь лицо более крупное, здесь лицо идеальной овальной формы. Первое, второе, сразу нарисовались волосы. Откуда они взялись? Вот такой фокус присутствует в парикмахерском искусстве, когда ты просто подстригаешь волосы и они увеличиваются в объеме, да. У кого такой вариант, не стесняйтесь, не бойтесь стричься. Вы будете в выигрыше 100%. В этом случае максимальная ширина по центру и недостаточно высоты. Понимаете? Вот тут как раз таки недостаточно высоты. Это практически квадратная форма лица с увеличенным лбом. В такой форме ни в коем случае нельзя добавлять ширину по бокам. Этой форме нужно только добавлять высоту. Что сделано здесь? Прекрасное преображение за исключением вот этих маленьких пейсов. Эти пейсы добавляют опять ширину. Убирайте эти пейсы и ваше лицо станет уже. А вверху все замечательно. Шикардос. Это называется во всех смыслах этого слова. И цвет, и стрижка. Стрижка называется пикселонг. Она есть в моей технике. Замечательно быстро стрижется. Преображение на максималках. Плюс еще, конечно, шикарный цвет волос. Я уже давным-давно заметила, что людям с голубыми глазами идут фиолетовые оттенки. Прям балдеж. Благодарю вас всех за потрясающий комментарий. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас. И показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Бай-бай, эврион. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут зажми. Делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать. Пора идти видос снимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok